Как говорит Константин Газа, любой рейтинг – это иллюзия мирной жизни. Вообще, мы в последнее время с настороженностью относимся к всевозможным рейтингам, а их становится все больше и больше, однако человек так устроен, что все-таки любопытствует и жаждет каким-то образом структурировать ту информацию и те данные, которые есть вокруг него, а рейтинги зачастую делают это вполне доступным образом. Так вот, на прошедшей неделе вышли два достаточно значимых рейтинга двух уважаемых организаций, и мы никак не можем пройти мимо них и обсудим их в сегодняшней передаче. Первым появился рейтинг влияния взаимодействия глав регионов с федеральным центром и силовыми структурами от вполне себе уважаемой организации «Петербургская политика». Это достаточно серьезная контора, которая выдает, как правило, такую обоснованную и серьезную аналитику, на которую, пожалуй, было бы легкомысленно не обращать внимания, и потому мы уделим внимание этому рейтингу. Естественно, нас интересует наш регион и, в частности, Ради Хабиров. Так вот, по мнению петербургской политики, уровень взаимоотношений Ради Хабирова с федеральным центром так низок, что петербургская политика дала ему 83 место из 85 возможных. Я не припоминаю такого падения главы Республики Башкортостан, в том числе даже у Хамитова, столь низких показателей в рейтингах федерального масштаба никогда не было. Кроме всего прочего, Хабиров выпал из номинации главы с сильным влиянием. Петербургская политика приводит и причины подобного рейтингования. Вот в чем ценность этого рейтинга в том, что он не просто выдает табличку с номерами, он еще и обосновывает то или иное место главы региона. Так вот, причинами стремительного падения Хабирова в рейтинге взаимодействия с федеральными структурами и влияние на силовиков, это, в первую очередь, конечно, аресты крупных чиновников. Речь идет о Беляеве, Кучербаеве. На втором месте стоит скандал с попыткой объединения вузов, в который вверг Хабирова Сидякин. Также причиной называется крайне низкий уровень взаимодействия с населением, который наблюдается в республике Башкортостан, неэффективная кадровая и внутренняя политики и внутриэлитные конфликты войны. Но также Хабиров обзавелся номинацией худшее взаимодействие с силовиками, но тут, конечно, объяснимо тем, что вот эти задержания, вот эти конфликты с ФСБ, которые не прекратились и продолжаются, вот это все, в общем-то, вылилось в такую картинку. Что нам это дает и что для нас это значит? Вот подобное положение главы региона в иерархии глав регионов в отношении федерального центра. Ну, так как любой регион всерьез и надолго зависим от федерального центра, в первую очередь финансово, вот такое положение Хабирова нам дает, конечно, довольно-таки печальную перспективу, в том смысле, что при подобном уровне доверия, естественно, взаимоотношения с финансовыми структурами федерального центра, прямо скажем, такие прохладные. Да мы, собственно, уже это начали ощущать, потому что почти по всем направлениям звучит вот это сакральное «нет денег, нет денег». Хабиров, судя по всему, отлучен от каких-то дополнительных призовых кормушек в федеральном центре, в смысле получения определенных финансовых траншей какой-то помощи для региона. Судя по всему, мы все дальше и дальше уходим от соседнего Татарстана по потенциалу, по возможностям получения дополнительного финансирования на всякие разные хорошие и не очень процессы и проекты, и превращаемся в такой прохладный регион, в котором дают минимум и на большее не рассчитываете. Но, кроме всего прочего, конечно, углубляется вот эта вот кредитная яма, в которую мы постепенно сваливаемся. Речь идет о закредитованности бюджета региона. Соответственно, вот на фоне подобных отношений лично Хабирова с федералами, это, конечно, ничего хорошего нам не дает. Второй рейтинг, о котором стоило бы поговорить, и вовсе проведен государственной структурой, и речь идет о Рособорнадзоре, который отретинговал показатели и качество образования в регионах, и Башкирия попадает на чудовищное 55-е место в России по уровню образовательных процессов. Конкретно, по каким критериям рейтинговались регионы, это, например, эффективность управления качеством образования, которое крайне низкое в Республике Башкортостан признано, недостаточным и низким признано в Башкортостане образовательное равенство. Это критерий, который определяет доступность общего уровня образования детям, например, в деревнях и в городах. Крайне низкой в Башкирии оказалась функциональная грамотность школьников, что вот меня удивило до слез. Ну, а самое интересное, что очень негативно Рособорнадзор оценивает в Башкирии объективность оценки управленческих решений в области образования. Ну, тут уж, конечно, понятно, почему так, потому что, учитывая вот эту катастрофу, в которую вверг образование Башкирии Айбулат Хажин, конечно, ему было бы глупо объективно самого себя оценивать. Честно говоря, вот уровень образования в Республике с приходом команды Хабирова стал снижаться с такой скоростью, которой я не припомню. Деградация среднего и высшего образования просто происходит на глазах. И на все это еще накладывается вот эта попытка вторгнуться вот этих вот полуграмотных администраторов в высшую школу, и попытались они, вернее, пытаются все еще объединить ведущие вузы Республики, я имею в виду БГУ и авиационный университет. Абсолютно закономерный результат присутствия на посту министра образования Айбулата Хажина. Вот здесь вот прямая причинно-следственная связь. Этот человек, судя по всему, имеет очень отдаленное отношение непосредственно к образованию и имеет весьма своеобразное представление об администрировании образовательных процессов в Республике. Последняя выходка по поводу возврата вот этой шестидневной учебной недели, которую позволил себе Хабиров на предыдущей оперативке, вызвала бурю возмущений среди родителей. Причем возмущались в основном не тем, что там шесть дней будут учиться, хотя это тоже довольно-таки странно теперь, а возмущаются тем произволом и той произвольностью, с которой администраторы нашей Республики позволяют себе обращаться с населением. То пять дней сделаем, то шесть, то давайте опять пять дней, а давайте вернем шесть дней, а давайте вернем обратно пять дней. И каждый раз это будет преподноситься как некое достижение. В общем, тут люди среагировали очень здраво. Они сразу же возмутились вот этим. Они говорят, сколько можно издеваться над детьми и родителями. Вот примерно такое резюме реакции на инициативу Радио Хабирова по поводу вернуть шестидневную образовательную неделю. На прошедшей неделе прошли некоторые кадровые перестановки как на республиканском, так и на городском уровне. И поговорим о них, начав, естественно, с республиканского уровня. Я говорю о том, что достаточно внезапно в Республике сменился главный федеральный инспектор. До пятницы минувшей недели главным федеральным инспектором в Республике Башкортостан довольно давно был Михаил Закамалдин, который в свою очередь был раньше здесь у нас в Башкирии министром МВД. И вот внезапно его меняют на Алексея Касьянова. Позиция и функция главного федерального инспектора, она достаточно непубличная, малозаметная в медийном пространстве. Крайне редко вот этот федеральный инспектор, который делегирован от аппарата Поволжского федерального округа в регион, крайне редко он появляется в каких-то медийных событиях, я имею в виду там какие-то интервью, заявления, еще что-то. Вообще это такая надзорная функция федерального центра, которая придумана достаточно давно, работает достаточно криво. В основном это функция некого надзора за губернатором со стороны руководства федерального округа. Полномочный представитель президента в Поволжском федеральном округе надзирает за каждым губернатором, приставив к нему своего вот этого федерального инспектора. Собственно, почему у нас ушел Закамалдин и зачем у нас появляется Касьянов? Михаил Закамалдин с первого дня не сработался с Хабировым и его командой. Причем их конфликт и их неприятие развивалось по восходящей и в принципе дошло уже до ручки, когда в конечном итоге, например, Закамалдина не пустили на заседание госсобрания по какой-то формальной причине. То есть вот прямо взяли и не пустили. Это был скандал. Предшествовал этому ряд незаметных широкой публике подлянок, которые устраивали друг другу стороны. Я говорю, например, о заявлении Михаила Закамалдина и, видимо, об отчете в федеральный центр его же офиса о том, что в Башкирии крайне низкий уровень исполнения национальных проектов, что тогда, прямо скажем, взбесило Хабирова и его сотоварищей в том плане, что, конечно же, очень неприятно, когда на тебя жалуются в федеральный центр, да еще на таком уровне. В общем, не срослось у Закамалдина с Хабировым. И вот закономерный итог, пожалуй, этого противостояния. Что можно сказать о сменщике Закамалдина на этом посту, об Алексее Касьянове? Собственно, это достаточно заметная фигура, по крайней мере, в прошлом. Он, руководитель, первый руководитель Следственного комитета в Республике Башкортостан, впоследствии занимал не очень приметные посты в правительстве. Речь идет о Межведовственном совете общественной безопасности, где он был сначала заместителем, потом его секретарем, и до пятницы, собственно, был на этой позиции. Человек, на мой взгляд, может с гордостью носить титул чемпиона мира по приспособленчеству. Он, в общем-то, приспосабливается к любому режиму, к любой погоде. Собственно, для него, видимо, важнее всего нахождение в этой среде власти. Были у него и тяжелые времена, когда он, в общем-то, прошел по краю, в частности, при его работе в Следственном комитете. Прямо вот буквально вот-вот должны были прекратить его деятельность, причем самым таким радикальным способом, но выкрутился. И, в общем-то, спрятался в правительство, еще в правительство Хамитова. Потом вполне себе благополучно освоился в правительстве Хабирова, и теперь вот получает эту должность. Несомненно то, что Касьянов плоть от плоти теперь это команда Хабирова. Несомненно, что для Хабирова это ценное приобретение, по крайней мере, тишина и покой на этом фланге. Касьянов настолько увязан, настолько погряз в контактах и в связях с башкирской властью, что, конечно же, не посмеет и не вздумает никогда идти поперек. В таком случае мы, видимо, увидим, что поток негативной информации или объективной информации в сторону повозку федерального округа, имеется в виду руководство этой структуры, прекратится в ближайшее время, и тут Хабиров может вздохнуть с облегчением. С другой стороны, сам по себе главный федеральный инспектор, это достаточно незначительная величина, не самый большой повод волноваться по части своих неуспехов со стороны Хабирова, так что он, в общем-то, устранил достаточно незначительный раздражитель, есть у него и побольше проблемы. Происходят кадровые перестановки и на уровне городской администрации. Как-то замерло все у господина Грекова, видимо, опять вот подморозило, снежком подзасыпало, перестали происходить у него в хозяйстве какие-то события, и вообще, кстати говоря, с кадрами у Грекова совсем плохо, видимо, приходится просить, спрашивать и советоваться, своих людей у него напрочь нет, а тех, кого он попытался пристроить, почему-то не пропускает ФСБ по причине весьма кудрявой биографии у этих граждан, в общем, очень странные там идут кадровые движения, мы, кстати говоря, в ближайшее время еще увидим, видимо, несколько таких ярких эпизодов попытки Грекова протащить в городскую администрацию совершенно чуждые элементы, но, тем не менее, поговорим о том, о чем уже можно говорить в плане изменений, и я говорю об очень важной истории, это о смене главного архитектора города Уфы, господина Байдена, вот этот вот Олег Байден, притчевоязыцах, значит, человек, который уже там навяз в зубах, и, ну, в общем-то, наговорил столько, что, в принципе, наверное, добавлять уже нечего, он, наконец, покидает город, собственно, сожалеть тут действительно не о чем, именно с подачи господина Байдена или при его молчаливом согласии происходили все вот эти вот ужасные уродские истории по части возведения там точных застроек, получения разрешений и прочее, прочее, то есть, напомню, что ни одно разрешение на строительство, конечно же, не выдается без согласования глав архитектуры, и вот то, что мы видим иногда как градостроительное решение, то, что возмущает даже самых непросвещенных в урбанистике людей, это все творение господина Байдена. Вот мы с ним теперь прощаемся. Ну, собственно, у нас так принято и так заведено, что как только от нас уходит какой-нибудь чиновник, мы, махнув рукой, благополучно о нем забываем, как о страшном сне, и начинаем приглядываться к его сменщику. И вот в данном случае, конечно, картинка-то, в общем-то, еще более печальная и пугающая, потому что на смену Олегу Байдену приходит некая Ольга Сарапулова. Ну, кому она некая, а кому и не очень. Эта вот дамочка, она, во-первых, очень своя, это прямо совсем своя, вот. А во-вторых, она советник Хабирова по градостроительной политике, для чего бы это не нужно было радио Фаридовичу, но вот у нее есть такой советник. И, в-третьих, она куратор института развития городов Башкортостана. Вот этот вот институт развития городов Башкортостана, это созданная на бюджетные деньги организация, которая каким-то образом модерирует вот это вот бесконечное благоустройство, в которое окунулся Хабиров и вся наша республика. Вообще вот на благоустройстве надо остановиться отдельно. Кто-то где-то однажды рассказал Хабирову о том, что если ты поставишь пять скамеек во дворе, то и назовешь это благоустройством, там покрасишь качели, или сделаешь какой-нибудь, не дай бог, серенький забор, то вот это все вместе благоустройство, в кавычках, оно очень сильно снижает градус недовольства населения, население сразу становится радостным, усаживается на скамейке, начинает пить пиво и забывает о своих бедах. Именно эта концепция, вот примерно в таком виде существующая в сознании Хабирова, она и была поставлена во главу угла для этого вот института развития городов Башкортостана. Этот институт, который курировала мадам Сарапулова и куда пристроила, собственно, своего мужа, например, заведовать кадрами, Азат Габдрахимов, муж Ольги Сарапуловой, он там благополучно заведует кадрами в этом институте. В общем, это семейное предприятие, оно модерировало все вот эти процессы по благоустройству. Будучи урбанистом из породы, который в основном решает, в какой цвет покрасить скамейку, мадам Сарапулова сконцентрировалась в этом институте на хозяйственных вопросах и в итоге мы получили какие-то очень странные, сомнительные схемы, в результате которых, я имею в виду логические схемы по благоустройству, так вот, в результате этих схем почему-то у нас, например, тротуарная плитка возилась из подмосковных дружественных предприятий и укладывалась там, например, в Ашимбая. Настолько замысловатое и абсолютно экономически, на мой взгляд, необоснованное решение стали результатами деятельности мадам Сарапулова в этом институте. В этом вообще вот всем оно заключено, в принципе, воплощение нашей башкирской урбанистики беспощадно и бессмысленно. И вот теперь эта тетя, она станет главным архитектором города Уфы. Я не буду подробно останавливаться на том, о чем заговорили наши СМИ, например, там о финансовых взаимоотношениях мадам Сарапуловой. Там выявилось, что у нее какие-то гигантские кредиты на ней висят, что Федеральная служба судебных приставов за ней числят за должность 480 тысяч рублей, еще 95 тысяч рублей должен ее муж. При том, что их совместное предприятие, вот этот вот Урбан-Байрам, там какой-то ОООшечка, который они быстро запилили, только в прошлом году получило выручку, например, 10 миллионов рублей. И, в общем, вот эта вот мутная семейка, судя по всему, приходит к руководству архитектурными вопросами в городе Уфе. Я вообще обращаюсь и к товарищу Грекову, и вообще к тем, кто принимает решение. Пощадите, пожалуйста, Уфуа, пожалуйста, пригласите на место главного архитектора, на самом деле архитектора, человека с каким-нибудь именем, с каким-нибудь уже заслугами, с какими-нибудь данными, с какими-нибудь примерами его достижений, хотя бы не с покрашенными скамейками или привезенными из Подмосковья бетонными плитками, А вот с реальными архитектурными достижениями хватит издеваться над Уфой. Хватит заводить сюда вот этих своих, которые опять будут нам плитку возить из Подмосковья или еще откуда-нибудь подальше. Мне очень жалко Уфу. Я не жду ничего хорошего от этого нового главного архитектора в лице мадам Сараполовой. И мы, наверное, как давние коренные жители Уфы, будем прощаться с той Уфой, которую мы помним, и увидим что-то еще более ужасное, чем мы видим сейчас. На прошедшей неделе стало известно о том, что Уфимская мэрия готовится отозвать чуть ли не 160 разрешений на строительство. Война и перераздел строительного рынка Уфы переходят в горячую фазу. И вот эта вот команда Грекова, а за ней стоящая на самом деле команда Хабирова, переходит в активную фазу перераспределения строительного рынка. Отзыв 160 разрешений на строительство, конечно же, не случится. Я думаю, что это будет существенно меньшее количество и постепенно, но в любом случае речь идет о том, что отберут жирные куски у одних и отдадут другим. Мы примерно понимаем, кто эти одни и кто эти другие. Я нисколько не удивлюсь, что основным получателем всех этих жирных кусков опять станет какое-нибудь садовое кольцо компании ПИК, самолет или еще что-нибудь подобное. Я имею в виду в основном московские и подмосковные организации. Но что остается нашим башкирским строителям? Остается им ровно то, о чем заговорил Хабиров недавно в своем выступлении в мэрии. Речь идет об объединении и противостоянии. То есть, если они не готовы погибнуть в этой войне, не готовы опустить голову и смириться с тем, что у них отберут все, что у них есть, в таком случае, конечно, им придется воевать. Именно вот это и есть те самые внутриэлитные конфликты, о которых говорила петербургская политика. И именно без этого не может жить команда Хабирова, и, собственно, для этого они пришли. Вот, в общем-то, резюме. В частности, можно уже упоминать о том, что эта войнушка перешла в конкретные шаги, и речь здесь пойдет об том самом объекте на Армавирской 15, о котором мы уже говорили. На прошедшей неделе мэрия Уфы официально отозвала разрешение на строительство дома на улице Армавирской 15А. И я, как и обещал, начал разбираться с документами и с процессами, которые произошли вокруг этого объекта. В частности, мне удалось выяснить, что земля под домом, который там планировалось строить, который, в общем-то, начали строить, там уже, как бы, земляные работы идут и начаты. Так вот, земля это в собственности у организации застройщика. А вот земля, которая была предусмотрена для благоустройства вокруг, то есть для парковых, детских площадок и прочего-прочего, была передана городом застройщику в соответствии с 1300 постановлением. И вот теперь эту землю изъяли обратно, отдельным решением, без объяснения причины. Именно это изъятие послужило причиной отзыва разрешения на строительство. Вот, собственно, та схема, которую по поручению Хабирова разработал Баширов и реализовал Греков. То есть они нашли повод, отобрав вот эту землю, которая была выдана для благоустройства, они заявили, что у вас нет благоустройства, и значит, мы вам запрещаем строить. Вот пока, как бы, вкратце то, что произошло вокруг Армавирской 15А. Кстати говоря, есть некоторые серьезные уточнения. Когда зашла речь о том, что 23 парковочных места на весь дом, оказывается, речь шла именно о подземных парковочных местах, а есть еще надземные. Ну, в общем, там много непонятного и загадочного. В частности, там есть загадочная роль Гульшата Арслановой в остановке строительства этого дома. В общем, будем разбираться подробно. Почему, собственно, я буду разбираться с этой Армавирской 15А? Потому что это очень наглядный пример. И я полагаю, что в ближайшем будущем строители города Уфы и Башкирии в целом столкнуться с новыми изобретениями администрации Хабирова и его команды вот этих всяких Башировых в разных местах разнообразных. И эти придумки будут применяться для того, чтобы отжимать, запрещать и перераспределять строительные площадки в пользу дружественных предприятий. Вот это я на самом деле утверждаю. Этот процесс запущен. И он будет и в Уфе, и в городах республики. И мы будем видеть в ближайшее время перераздел строительного рынка. А еще у нас на прошлой неделе прямо-таки скандал случился. Такой классический. Около здания госсобрания случился пикет. Причем такой странный пикет. Пикетчик, скрывая свое лицо плакатом, постоял очень короткий период времени, видимо, достаточно не только для фотографирования, и скрылся. А потом во всех телеграм-канальчиках, которые так или иначе связываются с Мурзагуловым или Шамилем Валеевым, появились фото этого пикета с улюлюканьем, прибаутками, шутками грязными, как положено у них по стилистике. Собственно, речь идет о том, что пикетчик на этом плакате потребовал очистить ряды госсобрания от гомосексуалистов и прочих некрасивых людей, которые ему там как бы не нравятся. Помимо того, что действительно плакат носил возмутительный характер и, на мой взгляд, оскорбительный, очень странно то, что и как делала или не делала охрана госсобрания, в том числе полицейская охрана. Обычно, когда там случается какой-то пикет, мгновенно полицейские на это реагируют, выходят, проверяют документы у пикетчика, там дальше происходит что-то там в плане контроля или воздействия на этого пикетчика, либо его перемещают куда-то, либо иногда его даже забирают в отделение. Но никогда пикеты у госсобрания не проходили без внимания охраны. В этом случае никто не вышел, никто не поспросил документы и, по сути, пикетчик остался анонимным, потому что мы его видим только на фотографиях, размещенных в этих вот Шамиль-Валеевских и Мурзагуловских телеграм-канальчиках. Собственно, какая реакция случилась на это? Казалось бы, незначительное событие. Сразу же после этого пикета депутат госсобрания Ильгам Галин усмотрел в этом плакате, в этом пикете, оскорбление и клевету на конкретно депутата Чувилина и в целом партию КПРФ. И Ильгам Галин обратился к министру МВД с требованием расследовать это событие, выявить пикетчика и, соответственно, наказать его, передать дело в суд, расследовать и выяснить, что ему полагается за это. Ильгам Галин полагает, что здесь речь идет о клевете. Клевета нынче у нас уголовное преступление, соответственно, он требует от Деева разобраться именно в этом контексте с этим пикетом. Но вообще, конечно, стилистика подобного троллинга, каким бы политическим он ни казался, на самом деле уже за гранью приличия, то есть до недавнего времени подобного у нас в Башкирии не происходило. И вообще вот эта гомофобия, которую раздувают телеграм-каналы у нас в Башкирии, она, конечно, действительно возмутительна. Никогда такого не было, собственно, у нас не было особенных проявлений ЛГБТ-сообщества, я имею в виду, такого уж прям яркого. И, соответственно, не было и какого-то противодействия этому сообществу. Ну вот кому-то, видимо, очень выгодно затеять вот эту войнушку. Мы помним, да, кто у нас не может жить без войны, соответственно, вот на них, собственно, мы и думаем. А кто был автором и исполнителем этого пикета, о котором идет речь, тут, конечно, можно гадать, мнения расходятся. Кто-то подозревает в этом группу, компанию, там, вот этих вот псевдо-наших протестантов на все руки мастеров, там, я имею в виду, команду Дианочки, Демидова и Рахматулина и прочих. Ну, я, собственно, не разделяю этих подозрений. Они это были или не они, на самом деле, неважно. Вероятнее всего, это была какая-то заказуха с целью раскачать, расшатать ситуацию в политическом поле республики. На прошедшей неделе продолжилась история с объединением вузов республики, я имею в виду объединение БГУ и УГАТУ. Синхронно практически в один день выступили на эту тему Азат Барданов и Александр Сидякин на разных площадках. Оба продолжили тему объединения этих вузов, причем оба они говорили о деньгах. Азат Барданов-то, в общем-то, выступая перед преподавательским сообществом вузов УФИ, вовсе раскрыл, в общем-то, свои планы, заявив о том, что основным условием объединения вузов будет выделение миллиарда рублей со стороны федерального центра. Звучало это достаточно угрожающе и комично одновременно. Казалось, что господин Барданов прямо-таки угрожает федеральному центру и требует от него этот миллиард. Впрочем, Барданов не уточнил, куда пойдет этот миллиард, сразу к нему на карточку. Или все-таки приличие ради сначала он попадет в бюджет республики Башкортостан. Ну, в общем, было это, конечно, очень смешно. И как и все, что делает господин Барданов, это выглядело нелепо и глупо. И вообще, даже сама картина, когда человека слабообразованного, без научного звания ставят курировать всю науку и образование в республике Башкортостан от правительства. Вот представьте себе картину. В зале сидят уважаемые профессора, кандидаты и доктора наук. А их там получает вот этот вот излишне кормленный мужчина. И как они с ним должны общаться? Какой пиетет вообще испытывать к нему, к этому человечку, который их пытается ему размучить? Их докторов и академиков получает вот этот вот слабообразованный человек из правительства. Конечно, картина возмутительная. А то, что касается Сидякина, ну, Сидякин примерно о том же говорил, только он, как обычно, мыслил масштабнее. Он рассказывал о том, что в целом в стране выделяется 750 миллиардов на реконструкцию и изменения внутри высшего образования. И вот неплохо бы нам тоже урвать свой миллиард в Башкирию. Вокруг этого объединения, которое, казалось бы, затухало, но теперь снова опять обсуждается, ходит много комических историй. В частности, обсуждается, как будет называться этот объединенный ВУЗ. Есть несколько таких смешных версий, как бы мог называться этот институт. В частности, предлагают такой. Башкирский университет науки и техники, сокращенно БУНТ имени Сидякина. Ну, и еще много всяких смешных-смешных названий. Честно говоря, радоваться тут особенно нечему. Я полагаю, что и преподавательскому сообществу, и вообще всем, кому не безразлична эта тема, нужно очень внимательно следить за действиями вот этих вот энтузиастов. Скорее всего, нужно все-таки давать периодически оценку этому всему, что происходит, и противостоять и противодействовать этому объединению, потому что, ну, по всеобщему мнению, кроме двоих человек, вот Барданов и Сидякин, которые считают, что это благое начинание, все остальные люди считают, что это абсолютно ненужно и вредно для ВУЗов. В общем, я надеюсь, все-таки, что мы не допустим этого объединения. Напомню, что завтра в воскресенье в 8 часов вечера, как обычно, состоится очередной стрим. Он уже будет 30-й. Это никакой не закрытый стрим, это открытый стрим. Он для всех, так что подключайтесь, поговорим, присылайте заранее вопросы. Не забывайте ставить лайки нашим выпускам. Это очень важно. Комментируйте, становитесь спонсорами. Теперь у нас есть специальная кнопка, которая упрощает пожертвования для нашего канала. Мы уже набрали довольно много спонсоров и обязательно исполним для них свои обязательства, которые давали, я имею в виду, те приятные плюшки, которые мы будем для них отдельно испекать. В общем, участвуйте в жизни канала, поддерживайте, помогайте, а мы постараемся радовать вас интересной и своевременной информацией. Редактор субтитров А.Семкин